Друзья, утренний эфир на национальном телеканале продолжается, как вы заметили в студии у нас гостья, это психолог Ася Гагиева. Доброе утро, Ася. Доброе утро. Рада видеть тебя сегодня в нашей студии и будем говорить вот о профессии психолога. Скажи, пожалуйста, часто ли вообще в Ингушетии обращаются к специалисту такого профиля? Ну, я работаю психологом, консультируюсь с 2013 года в Ингушетии, и можно сказать, что в последнее время, последние 2-3 года, как бы идет по нарастающей, все чаще людей обращаются, и среди тех, кто обращаются, бывают как мужчины, так и женщины. А можно ли, то есть профессиональная этика позволит рассказать, с какими проблемами чаще всего обращаются люди, да, к психологу? Ну, вот я не могу сказать вот прям какую-то такую статистику, но вот если так перечислить перечень проблем, это межличностные проблемы, семейные, там, проблемы мотивации, отношения к себе. Ну, конечно, каждый, скажем так, клиент, у него своя история и своя специфика, скажем так. А вот, Ась, скажи, пожалуйста, с чем связано то, что сейчас люди начали обращаться чаще к психологу, чем раньше? То есть что, сейчас появились эти проблемы, раньше их не было, или что это? Ну, я думаю, здесь несколько факторов. Один из факторов – это то, что, вот как мне кажется, идет как бы популяризация психологии, в том числе и через телевидение, то есть когда психологи выступают, и когда проясняют какие-то темы, это, наверное, становится интересно. Они думают, вот, оказывается, можно там к нему пойти или вот к этому психологу и так далее. Второй вопрос – это то, что люди уже начинают понимать, что не все проблемы можно решить, скажем так, какими-то архаичными способами или теми методами, которые использовались до этого. И люди, наверное, понимают, что свою собственную ответственность за то, что с ними происходит. Вот. И когда, допустим, есть один человек, два человека обратились, и им понравилось, они тоже, ну, сарафанное радио, они говорят, вот, я обратился, мне помогло. И это как бы тоже распространяет такое позитивное отношение к психологу и к психологии в целом. А есть уже такие клиенты, да, которые приходят, вот, одна проблема их решилась, да, после обращения к психологу, они приходят уже потом в будущем с новой проблемой, да? Да, да, бывает такое. И бывает. Обычно одна проблема, скажем так, обычно она находится в связке со множеством других, и на это, конечно, уходит какое-то время для решения. Но бывает и так, что какую-то проблему, в принципе, она решается за одну или две сессии. Это зависит от того, от глубины, от самого человека, насколько он готов над собой работать. Очень многое зависит от клиента, даже если психолог очень хороший, ну, в каком смысле очень хороший, если у него там хорошая квалификация, он понимает специфику, у него там супервизия и так далее. То есть все то, что должно быть, в принципе, у профессионального психолога, даже в этом случае, если клиент не готов над собой работать, то, в принципе, ну, то есть это будет для него не очень эффективно. То есть успех зависит от того, что клиент, он сам должен осознать, да, пациент, точнее, должен осознать, да, свою эту проблему и тоже бороться с ней, а не просто, да, понадеяться на психолога и ждать, что вот он возьмет и решит все. Ну, вот, да, в принципе, ну, допустим, если человек приходит и говорит, подскажите мне, как поменять других людей, то это безвыходная ситуация, то есть мы можем помочь только если сам человек хочет меняться. Вот среди психологов есть такая шутка, сколько нужно психологов, чтобы поменять лампочку? И ответ – один психолог, если лампочка готова меняться. Вот то же самое с людьми. Если человек готов меняться, то от его скорости, от его вклада зависит, насколько эффективно и успешно будет работать. Спасибо, Ася, сейчас ненадолго прервемся на сюжет, после вернемся и продолжим нашу беседу. Друзья, оставайтесь с нами, не уходите далеко. С детства многим из нас родители твердили, что чтение при тусклом свете может испортить зрение. Но до сих пор некоторые люди читают при слабом свете ночника или же в транспорте с плохим освещением. Как именно тусклый свет влияет на зрение и может ли чтение в полумраке навредить вашим глазам? Узнаем из нашего сюжета. Многие из нас твердо убеждены, что при регулярном чтении в полумраке портится зрение. Однако несколько лет назад появилось исследование, которое утверждало, что чтение при плохом освещении не влияет на остроту зрительного восприятия и не приводит к близорукости. Авторы исследования, изучив ряд источников по этой теме, пришли к выводу, что нет ни одного экспериментального доказательства продолжительного негативного воздействия тусклого освещения на состояние человеческого зрения. При чтении в полумраке у человека возникают неприятные ощущения и дискомфорт в глазах. Это связано с напряжением аккомодационного аппарата, так называемых зрительных мышц. Это явление временное. После того, как человек закроет книгу и даст глазам отдохнуть, симптомы такие пройдут. Зрачок устроен так, что адаптируется к условиям освещенности. Если в комнате слишком яркое освещение, зрачок сужается, пропуская ограниченное количество световых лучей. Если напротив в помещении недостаточно светло, зрачок расширяется, тем самым увеличивая количество света, попадающего на сетчатую оболочку глаза. То есть адаптивные механизмы позволяют глазам легко приспособиться к чтению при любых условиях освещенности. При этом зрение не портится при тусклом свете. На его остроту влияет не плохое освещение, а только состояние сетчатой оболочки и внутренних структур глаза. Длительное чтение в полумраке может приводить к головным болям, к усталости в глазах, к покраснению глаз. Чтобы этого не случалось, хорошее освещение обязательно должно быть в комнате. Потому что зрительные мышцы напрягаются, это приводит к спазму аккомодации, так называемый термин, который применяется в офтальмологии. На сегодняшний день не существует доказательной базы, которая могла бы подтвердить прямую связь между чтением при плохом освещении и снижением остроты зрения. Но, несмотря на выводы ученых, регулярно читать при плохом освещении все же не стоит. Острота зрения при этом не пострадает, но, возможно, другие проблемы с глазами, которые будут доставлять дискомфорт. Вы не сможете расслабиться и получить удовольствие от любимой книги. Друзья, ну что ж, вот мы вернулись в студию, чтобы продолжить беседу с нашей гостьей Асей Гагиевой, психологом. Вот в продолжении нашей темы мы говорим о психологии. Я думаю, многим интересен вопрос, связанный с профессиональной деформацией специалистов этого профиля. Часто, да, приходится слышать, что, например, психолог, ну, да, то есть нормальный человек, как правило, он пропускает, да, какие-то проблемы через себя. Но это недопустимо, постоянно слушая чужие проблемы, узная чужие секреты, сложно как-то не сломаться. Как вообще этого избежать? Ну, каждый специалист, у него есть, ну, естественно, есть какие-то свои особенности, правильно, то есть один человек, он, один специалист, он может принять, там, пять человек в день, да, и чувствует себя, в принципе, в норме. Другой может принять троих, и ему это нормально. То есть если больше, это уже, то есть если специалист замечает, что он начинает злиться, что он начинает отвлекаться, или видит, что он недостаточно вовлекается в работу с клиентом, это уже признак того, что, возможно, он переутомился, возможно, или вот бывает такое, что, допустим, проблема клиента, она как-то сокликается с проблемой специалиста, и тогда он в ней застревает. В принципе, если заботиться о себе, то есть соблюдать, там, режим сна, там, скажем, ну, обедать, скажем так, вовремя, да, вот такой график, соблюдать, заботиться о себе, регулярно посещать супервизора, то есть это тот специалист, который, как бы, наблюдает за твоей работой, и когда возникают какие-то сложности, ты к нему обращаешься. То есть это, как бы, получается, тоже психолог для психолога? Да, но это уже, это скорее психолог для профессионального психолога, то есть он работает не с твоими личными проблемами, а скорее с тем, как ты работаешь, вот как-то так. Ну, конечно, личное там тоже может затрагиваться. То есть если ты вовремя обращаешься к супервизору и так далее, то есть при соблюдении определенных условий, в принципе, можно избежать вот этой деформации и выгорания. Допустим, надо брать отпуск обязательно, отдыхать, когда ты чувствуешь, что ты утомлен. В общем, работа психолога, она не предполагает, что ты работаешь на износ. Если ты будешь работать на износ, то это скажется на твоей эффективности в работе с клиентом. Ась, а вот на приеме, да, то есть что должен делать психолог? Он должен выслушать, а потом дать совет? Или как? Нет, если психолог дает совет, это уже признак того, что с психологом, с его профессиональной составляющей что-то не так. То есть я знаю про случаи, когда психолог может себе позволить дать такую директивную рекомендацию, вот сделай так и не делай иначе. Это совершенно неправильно, то есть вот меня лично передергивает от таких вещей, потому что нас, допустим, учили, что в принципе хороший психолог, что он должен делать? То есть хороший психолог, это не про то, чтобы выслушать человека. Хороший психолог, это про то, чтобы дать этому человеку, помочь ему стать самостоятельным, стать ответственным и стать лучше просто. И чтобы он сам был хозяином своей жизни и сам принимал решения. То есть не так, что когда у него возникает какая-то проблема, он бежит к психологу и спрашивает, а дайте мне совет на следующий шаг, да, а что мне делать через неделю и так далее. Если, допустим, клиент у меня спрашивает советы, я не даю советов, я говорю, я не имею на это права, не только потому, что это нарушение, да, какого-то этического кодекса, но еще и потому, что дав ему совет, я сделаю, я причиню вред этому человеку. То есть я его учу тому, что есть другие люди, которые лучше тебя разбираются в твоей жизни. Это удерживает его в таком детском состоянии, в таком детском мировоззрении, где любой человек из внешней жизни может быть для него родителем, который говорит, вот делай так и не делай иначе. Вот поэтому давать совет, это недопустимо. Есть какие-то исключительные случаи, например, когда человек хочет причинить вред другому человеку, другим людям или хочет причинить вред себе. Ну, или когда у него прям очень сложная ситуация, и вот в каких-то исключительных случаях, и психолог знает, какие это исключительные случаи, в таких случаях можно дать такую настоятельную рекомендацию. Но психолог, он не является таким, скажем так, родителем для этого клиента и не является, скажем, оракулом, да, или вот ментором для него. Он, это человек, который помогает ему стать лидером в своей жизни. Вот как-то так. А получается ли вот эти проблемы, да, услышанные на сеансах, оставить на работе? То есть не выносить это, да, не приносить это с собой домой? Или все-таки как-то это неотделимо? Работа... Ну, это зависит от твоей подготовки, во-первых. Во-вторых, зависит от того, как ты следишь за собой. Конечно, получается. В принципе, в этом нет проблемы, если ты знаешь, если ты знаешь себя, если ты прислушиваешься к себе, ты знаешь, вот сегодня я устал, допустим, после второй сессии, тогда мне уже не нужно записывать там трех или четырех человек на следующий день, когда ты себя не чувствуешь в ресурсе. В принципе, быть психологом, в этом нет ничего прям такого сложного, невыносимого. Если у тебя есть хорошая подготовка, и ты соблюдаешь определенную, скажем так, психологическую гигиену, вот, можно, конечно, можно. Ася, вот каким людям не стоит идти в эту профессию? То есть какими, да, то есть какими качествами должен обладать, чтобы стать психологом? Без каких качеств нельзя идти в эту сферу? Ну, сложно сказать. Я думаю, в принципе, любой человек, который как бы в этом заинтересован и хочет этим заниматься, он, в принципе, может это делать. Может научиться, да? Да, но вот есть так называемые адаптации, да, вот личностные, то есть это, скажем так, то, как формируются основные шесть путей, по которым как бы формируется твой характер. Вот одна из адаптаций антисоциальная, то есть это когда ты, в принципе, настроен как бы против людей. Вот в этом случае человеку будет как бы сложнее, потому что его будет тянуть на манипуляции со своим клиентом. Но если он это не проработает, если он будет хорошо знать свои сильные стороны, слабые стороны, как себя регулировать и так далее, в принципе, и у него тоже может получиться. Но есть люди, которые изначально настроены на то, чтобы знать психологию только для того, чтобы манипулировать, подсознательно только для того, чтобы манипулировать другими людьми и получать из них какие-то дивиденды, ресурсы материальные. А вот с набором каких качеств, да, из человека может получиться хороший действительно психолог? Я не могу сказать честно, дать ответ. Психологи бывают разными. Психолог, это в первую очередь, это еще и личность. Вот как говорила моя коллега, очень хороший психолог, она говорит, люди к нам идут не за нашей компетенцией, они идут за нашей энергией. Эта энергия, она может формироваться при разном раскладе вот этих качеств. То есть у кого-то определенный набор качеств, у кого-то другой набор, и тебе ближе, допустим, вот этот второй психолог, даже если у него квалификация, допустим, не такая высокая, как у этого. Ну, просто тебе с ним комфортнее, ты видишь, что в работе с ним ты растешь, скажем так, быстрее, и быстрее развиваешься, быстрее решаешь проблемы. То есть один психолог, он может быть очень хорошей без квалификации, но вот он как-то не подходит, скажем так, энергетически, да, вот, допустим, клиенту он напоминает его родителя, который там издевался над ним, и тогда он будет негативно к нему относиться, или, наоборот, будет пытаться проработать с ним свои родительские отношения. Вот, так что не могу назвать каких-то определенных качеств. Ну, очень важные качества для психолога – это эмпатия, это критическое мышление. Сочувствие, да, эмпатия? Да, да, это критическое мышление, это широкий взгляд. Психолог не должен осуждать, то есть клиент должен прийти к нему и быть уверенным, я могу ему рассказать все, что угодно. И он не должен его осуждать, потому что ты не имам, ты не духовный его наставник, да, даже в этом случае ты должен понимать, что от того, что ты осудишь, этот человек не перестанет это делать или так чувствовать. Самый лучший вариант, скажем так, помочь человеку измениться в лучшую сторону – это принять его таким, какой он есть. И психолог должен быть тем человеком, которому клиент знает, я могу к нему прийти, и он меня выслушает. Да, он может не поддерживать, да, какие-то деструктивные его намерения или импульсы, но осуждения здесь не должно быть, осуждения личности. Согласна совершенно. Ася, а вот как вообще понять, да, вот определить, пришел, да, человек, пациент на прием, понять, что вот перед ним сидит хороший психолог, который сможет ему помочь? Или же наоборот, да, что нет, лучше ему ничего не рассказывать, лучше обратиться уже к другому специалисту. Есть ли какие-то вот такие внешние признаки? Ну, а есть определенные нарушения, то есть вот, как мы уже говорили, если психолог тебе дает директивные такие рекомендации, вот делай так и не делай иначе. То есть понять можно уже после консультации? По ходу, по ходу консультации. Если, допустим, психолог к тебе не заботлив, то есть ты что-то рассказываешь, он говорит, ой, извини, мне сейчас позвонили, я пойду отвечу. То есть он прерывает с тобой контакт. Если тебя перебивают, тоже один из признаков, но иногда, конечно, бывает нужно вот задать какой-то вопрос, потому что когда человек слишком уходит в рассказ, а тебе нужно кое-что прояснить, то тогда это имеет место быть. Но если он проявляет неуважение, если он осуждает твои поступки, если он начинает тебе навязывать что-то, то есть вот это правильно, а то, что ты говоришь и делаешь, это неправильно. То есть если он начинает строить из себя, опять же, духовного наставника, учителя, родителя, то это уже признаки того, что это не совсем психолог, скажем так. Потому что психолог – это совершенно про другое. Как мы говорили, он учит человека быть взрослым, он учит человека быть ответственным. Если он тебя ранит, допустим, он может делать в отношении тебя, если он вешает на тебя ярлыки, а, ты психопат, а, ты социопат, а, я знаю, ты невротик, да, то есть он навешивает на тебя ярлыки. Это совершенно недопустимо. Человек может быть просто не готов к этой информации, да, а ты ему это говоришь, и ты обрушиваешь на него вот такую информацию, которую он просто не в состоянии переводить, скажем так. Что еще? Если он тебя критикует или он тебя осуждает, если он говорит там, а, ты ботаник, а ты из тех людей, которые делают вот так-то. То есть это недопустимо? Если клиент натыкается на такого специалиста, то есть и он понимает, что перед ним непрофессионал, есть ли организация, в которую можно пойти и, допустим, нажаловаться? Ну вот у нас есть в Ингушетии ассоциация психологов, и она недостаточно развита, потому что при каждой ассоциации должен быть этический комитет, который рассматривает эти случаи. Допустим, я принадлежу к Европейской ассоциации транзактного, являюсь одним из членов Европейской ассоциации транзактного анализа. То есть если мой клиент мной недоволен, если я что-то сделала не так, он может пожаловаться на эту ассоциацию, там будут разбирать мой случай, почему я так сделала, что и как. И если действительно было нарушение, и будет это доказано, меня могут исключить из ассоциации, и я уже не буду принадлежать к профессиональному сообществу. А принадлежать к профессиональному сообществу – это очень важно, потому что это, во-первых, у тебя есть этический кодекс, да, то есть клиент приходит к тебе, и он знает, что ты не просто психолог, который там получил диплом и консультирует, как попало, и может не понести за это ответственность. Он знает, что на тебя можно пожаловаться, ты сам несёшь ответственность, ты знаешь, что ты являешься членом, допустим, вот такой ассоциации, и ты должен соблюдать этический кодекс. И, в принципе, для профессионального роста это очень важно, принадлежность к какой-то группе психологов, скажем так. И в завершении нашей беседы, опять же, думаю, многим будет интересен вопрос, дорого ли вообще обращаться к психологу? Цены вот примерно варьируются от какой до какой суммы? Я вот не знаю, какой там нижний порог, там, по-моему, даже от 500 рублей, да, вот. Я просто не знаю расценок всех психологов, но я знаю, что есть очень дорогие психологи, есть, ну, не у нас вообще, вот, у которых там консультация стоит, там, 50 тысяч, да, и... А вот в нашем регионе? Примерно вот... Но самое высокое, про которое я слышала, это было 2 тысячи. То есть, в принципе, цены как бы доступны, да? То есть обратиться к психологу человек может себе позволить, если есть такая необходимость. Ну, конечно, это иногда, вот, когда ты постоянно ходишь, да, это может казаться, что это очень дорого, но на самом деле это одна из самых выгодных инвестиций, потому что, когда ты учишься решать свои проблемы, когда ты растешь личностно, это отражается на всех аспектах, на всех сферах твоей жизни, твои отношения, работа, заработок, как ты себя чувствуешь, твои отношения с другими и так далее. Поэтому это очень выгодно инвеститься. Но я, опять же, признаю, что не всем это может быть доступно, и поэтому психология, психотерапия, она для многих остается роскошью, к сожалению. Действительно. Ася, а что делать тогда тем людям, которые не могут позволить себе психолога? Может быть, есть какая-то альтернатива? Может быть, книги какие-то посоветуете по саморазвитию? Ну, есть бесплатные линии помощи, телефонное доверие, в том числе и, по-моему, у нас в республике тоже, и есть российские, ну, так, всероссийские, скажем так. Есть и записи многих психологов в интернете, есть разные книжки. Ну, вот из тех, которые обычно я рекомендую, чтобы понять себя и других, это вот книга Джеймса Холлиса «Почему хорошие люди совершают плохие поступки». Это вот «Если вам нужна мотивация, вера в себя», это книга Джонгварда, называется «Рожденный и выигрывать». Если вы хотите понять, почему там, ну, себя в плане отношений, в плане там самооценки, уверенности, эта книга называется «Освобождение от созависимости», это Дженне и Берри Уайнхольд, это семейная пара написали. Обязательно для женщин прочитать книгу «Бегущая с волками», это Клариса Пинколо-Эстес, очень хорошая книга. Для мужчин книга «В тени Сатурна» называется, тоже Джеймс Холлис. Про отношения есть книга Роберта Джонсона, по-моему, называется «Я. Глубинные аспекты романтической любви». Вот, в принципе, на самом деле очень много хороших книг. Ну что ж, Ася, спасибо за интересную беседу, я желаю успехов в вашей работе. Друзья, а я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Ася Гагиева, психолог. На этом наш эфир не завершается, оставайтесь с нами впереди, вас ждет еще много интересного. Ася Гагиева Ася Гагиева